Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 марта. Вот сегодня я наконец-то добралась до своих вот этих любимчиков, Насте и Демидова, которые до сих пор стоят не распекированы. Сейчас я их буду пекировать. Как раз у них такое состояние, они уже подросли, что их можно распекировать. Но вы видите, что они не потянутые, они такие крепенькие, толстенькие. Вот он общий вид лотка. Они у меня были посеяны, как бы загущено, можно сказать. Видите, они уже сомкнулись сплошняком. Вот примерно полтора месяца после посева, сеяла 26 января. Еще раз повторяю, это посев не в стандартные сроки для нашего сибирского региона, а чуть пораньше. И я уже показывала, что другие сорта, которые не толстоногие, выглядят сейчас вот так. И сегодня у них уже будет вторая пекировка, то есть я их буду по стаканам раскладывать. В то время, когда вот эти толстоножки буду пекировать только первый раз. Еще раз повторю, что они позволяют выращивать себя загущено. И это для нас находка, для тех, кто любит ранние посевы. Они очень долго не вытягиваются. Начала снимать из-за того, что до сих пор приходят комментарии с вопросами о размерах лотка. Хотя я все-все это рассказывала в видео подготовка тары к посевам. Но повторю еще раз, вот у меня вот эти посевочные лотки, которые кто-то сказал, что это поддоны. Нет, это не поддоны. Это лотки для посева. Они низкие, 7 сантиметровые. После этого я пекирую томаты в лотки, которые более высокие. Вот эти, видите, они отличаются высотой. Они 10 сантиметровые. Вот тут уже можно больше корневую систему развить томатом. Все, вот после этого я уже буду по стаканам. Но, тут есть опять же но, вот этих коротышечек своих, видите, они совсем маленькие. Вот у них расстояние до настоящих листьев прям буквально 2 сантиметра. Вот они. Их первый раз я пекирую опять в такие же посевные лоточки, 7 сантиметровые. Потому что 7 сантиметров выше крыши. Они даже до конца лотка не достанут вот этим кончиком. И поэтому тут же все индивидуально. Обычно я сею в эти, пекирую в более высокие. Есть у меня еще более высокие, объемные. Но я не стала ими пользоваться. Их тяжело носить. Чем выше лоток, тем больше там накладывается грунт. И тем тяжелее. Я их оставила. Буду как кашпо стационарное. Буду, может, петуни у них высаживать. Вот самое главное, что я хотела сказать. Коротышки пекирую в такие же низкие, а высокие в более глубокие лотки. Все, до свидания. Продолжение следует.